Друзья, всем привет, с вами Яков, и в сегодняшнем видео мы с вами поговорим о жреце, который будет качаться как Ярофант. При этом он будет наносить урон с помощью менее ледяной каскад. Это тотемоподобный геймплей, потому что каскад будет создаваться с помощью колдующего тотема. Билд сильный, немедленный, имеет огромную зону поражения и карты чистит очень быстро. Как и с его помощью можно фармить весь контент поя. Правда на этот билд надо будет немножко раскошелиться, но сумма в принципе небольшая, это порядка где-то 8-9 экзальтов. И то самое дорогое в этой сборке это конечно же броня, но поначалу можно бегать не обязательно в 6 линке, а даже и 5 линк зайдет. А это значит, что он станет в несколько раз дешевле, пока не собираете на 6 линк. И если вас заинтересовал, то присаживайтесь поудобнее, а мы с вами разберемся с билдом и экипировкой. Поехали! Итак, первый уникальный предмет это броня по кровь духа. Это по сути у нас может получиться 7 линк, потому что уже внутри брони вшит камень, колдующий тотем 20 уровня. Кроме того, броня будет поднимать наш урон от чар, а также даровать нам один дополнительный тотем. На голове у нас находится собственно говоря голова Старконжа. Этот капюшон будет бафать наше здоровье, а также повышать шанс критического урона. Кроме того, здесь благодаря уберзочарке, обратите внимание, имеется увеличение урона от ледяного каскада на 40%. Следующий уникальный предмет это колечко личинка сущности. Это кольцо будет позволять использовать ауру, которую мы инкрустируем в это кольцо, без удержания маны. Кроме того, к этой ауре будет добавляться 2 уровня, а это в принципе немало. Следующий и в принципе последний уникальный предмет это ботинки корня Кома. Они не имеют сокета, но зато неплохо поднимают итоговый запас нашего здоровья. Кроме того, нас нельзя замедлить ниже базовой скорости. Но остальные все предметы абсолютно все желтые. Вот допустим, как та же полова или тот же кинжальчик. Обратите внимание, что эти оружия лучше ловить, скажем так, нового образца, то есть из обновления Война за Атлас. Потому что они вот в данном случае кинжал даруют часть физического урона в урон холда, а здесь допустим часть урона физического урона в урон сихи. А это в нашем геймплее будет неплохо бафать наш урон в целом. Также ищите такие оружия, которые поднимают скорость отворения чар, ну и конечно же глобальный множитель крита. Что касается оставшихся предметов, допустим, как вот одно колечко и вот амулет, ищите такие, которые будут бафы в вашу урон от холда, урона стихий, урон от чар. Ну и кроме того, конечно же, добирать нужные для вас характеристики. Допустим, это сила, ловкость, ну и же интеллект, ну и конечно же сопротивление ко всем стихиям, как и запас здоровья. Их тоже надо максимизировать. Это можно сделать, кроме как колес и амулета, с помощью, допустим, пояса, а также наших перчаточек. Теперь давайте разберемся с нашими связками. И главная связка находится у нас в броне, и это по сути семилинг. То есть у нас есть колдущий тотем, который будет кастовать умение ледяной каскад. Но остальные все камни, это ледяной каскад, будут бафать. И это ускорение створения чар, учащение критических ударов, пронизывающий холод, контролируемое разрушение, ну и расширенная область действия. На боссе такой камень, как расширенная область действия, можно поменять на такой камень, как концентрация стихий, для того, чтобы больше наносить урон, собственно говоря, от этих стихий. Концентрация стихий здесь у меня находится в голове. Этот камушек просто обособленный, он здесь качается. Как в принципе обособлены такие камни, как портал, ну а также ясность ума. То есть ясность ума здесь нам, конечно же, не надо, потому что эта аура будет восполнять нам ману. А вот эти два камня, они как бы здесь, ну не пришли кобельхоз, потому что в принципе было место, я их просто сюда воткнул. А так вы можете использовать, допустим, какую-нибудь КВДТ-связочку на защиту. То есть тут уже смотрите сами. У меня защиты хватает, в принципе я эти два камня здесь и в данном случае качаю, а вот этот камень пользую, потому что портал у меня как бы остается бесплатным. Связка, которая отвечает за перемещение, находится у меня в кинжале. И это школа клинков, укрепление, а также ускорение атак. В кольце личинкой сущности у меня находятся ауры, и это холодная ненависть. Связка, которая будет отвечать за дебаф противника, находится у меня, скажем так, в головном воре. И это морозная бомба, которая будет запускаться с помощью ловушек. И это кассетные ловушки, ловушка, а также продление, чтобы баф, точнее дебаф на противнике висел дольше. А именно, сопротивление к холду у него снижалось. Ну и последняя связка находится у меня в перчатках, и это КВДТ-связка в целом. То есть, сотворение чар при получении урона, который будет запускаться 3 умения. Это призыв бессмертию, который будет даровать невременно иммунитет физическому урону. А также проклятие, слабость, ну и голем молний. Из флаконов я использую маны, он также будет снимать проклятие. Второй флакон жизни, он будет снимать дополнительный кровоток. Флакон азири, далее артутный флакон для ускоренного перемещения. К тому же он будет снимать охлаждение. Ну, а также алмазный флакон. Он, кроме того, что будет, скажем так, повышать шанс крита, а также будет тоже снимать проклятие. Что касается квеста с бандитами, то мы помогаем антиопе. Для того, чтобы поднять свой лорез, а также множитель крита. По пантеону сверху мы выбираем душу лунарис, а снизу мы выбираем душу городку. И это, по сути, была вся наша экипировочка. А теперь давайте разберемся с нашим деревом пассивных навыков. Итак, как только мы проходим наш первый лабиринт, мы нашего жреца превращаем в Верафанта, да? И качаемся в сторону такой пассивочки, как поиск Веры. После второго лабиринта мы идем в ритуал пробуждения. После третьего лабиринта мы идем в властолюбие. Ну и после четвертого убер лабиринта мы идем в сторону пассивочки Божественное Провидение. Ну и на этом с пассивками восхождения все. А теперь давайте разбираться с нашим основным деревом. Если что, как всегда, ссылка на этот дерево будет находиться в описании под роликом. И вы по ней можете перейти, и если вам это будет надо, с этим деревом более подробно разобраться. А теперь давайте разберемся с его главными аспектами. Ну, во-первых, мы наносим урон с помощью тотемов. И чтобы атаковали наши тотемы и только, нам нужна такая пассивка, как связь с предками. Кроме того, у нас получится один дополнительный тотем, скажем так, в подарок. И качаться мы можем прямо, 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 прямо в самом начале, вот по этой ветке, для того, чтобы загружать вот-вот-вот как раз-таки этот тотем. Так можете качаться в начале. А дальше качайтесь по остальному дереву, уходя вправо. И что мы здесь берем? Конечно же, увеличим урон от тотемов за счет крита. Увеличим нашу область действия здесь и здесь. Само собой, где есть только возможность, мы поднимаем свой крит, как, допустим, здесь. Или, допустим, с помощью вот этих вот пассивочек. Ну, а также выживание. Выживать, конечно же, в этом билде нам надо. Выживаем мы с помощью двух ресурсов. Это наше здоровье, а также мана. Значит, здесь нам нужна пассивка, как разум превыше материя, которую 30% урона будет брать изначально из маны. Следовательно, мы поднимаем не только запас здоровья, но, конечно же, и маны. Здесь, здесь, ну, само собой, тут еще здоровье берется. То есть, если вам интересно, более подробно по дереву сможете посмотреть, где берется мана, где берется здоровье. Остаются у нас только самосветы. Ищите такие самосветы, которые будут поднимать урон от чар, также множитель крита. Безусловно, что поднимается ваш запас здоровья, а также маны. Все это неплохо будет смотреться в данной сборочке, для того, чтобы бафать свою защиту, а также и урон. И, в принципе, это все, что касается данного дерева. Как я уже говорил, более подробно вы сможете с ним разобраться, если перейдете по ссылке в описании. Ну, а теперь, собственно говоря, давайте разберемся непосредственно с геймплеем. Ну, а геймплей я вам продемонстрирую на карте 15-го тира. И как только мы собрали билд, мы запускаем наши две ауры. Это ясность ума, а также холодную ненависть. Ну, а дальше переходим на карту, ну и двигаемся в бой. Геймплей, в принципе, простой, и даже его можно назвать докнопочным. То есть мы просто перемещаемся по карте с помощью мини-шквал клинков. Когда этим скиллом будем задевать противников, мы будем получать укрепление, а значит, защита наша будет увеличиваться. Как только видим противников, то мы начинаем создавать наши тотемы. Благодаря всем нашим пассивкам, что обычно, что восхождение, мы можем устанавливать 5 тотемов. И каждый из них начнёт создавать ледяные каскады, которые будут очень неплохо разбегаться по карте и очень быстро при этом убивать противников. Вам же, в свою очередь, придётся собирать только лут. Но есть один небольшой момент. Когда вы будете переставлять тотемы возле других противников, на вас будет появляться проклятие. Поэтому как только переставили ваши тотемы на новое место, то прожмите ваши флаконы, которые снимают проклятие, для того, чтобы их само собой убрать. Потому что они могут навесить очень серьёзный дебаф на вас. В принципе, вполне разумно может появиться вопрос, почему, допустим, не используют самоцвет самобичевания, а также кольца киказару. Я потестил само собой тот вариант, и больше мне понравился этот. Во-первых, здесь и защиты больше, потому что у нас практически нету резерва маны. И особо много выигрыша в уроне тоже я не заметил. Собственно, вот это вот вся суть геймплея. То есть бегать и тупо ставить тотемы. Так мы работаем на карте, так же мы работаем и на боссе. Только заблаговременно расширенную область действия из брони достаем и меняем на камень концентрация стихии. Затем к боссу кидаем ловушку, которая будет прокастовывать умение морозного бомба, а значит у него сопротивление холода будет снижаться. Ну и конечно же ставим все наши пять тотемов. Во время битвы с боссом применяются умения шквотлингов. Ну, во-первых, для того, чтобы уворачиваться от атак босса, а также когда вы будете прыгать сквозь босса, будет запускаться камень укрепления, а это как никогда, ваша защита. В принципе, вот и все. Если у вас попадается босс, где битва с ним происходит в одну фазу, то этот жрец уничтожит его моментально. Вы только успеваете кидать ловушки, переставлять тотемы, а когда появится проклятие на вас, конечно же, их снимать. Вот и все, весь геймплей. Просто, несложно, немножко дорого, но главное, что сильно. И это все, что я хотел рассказать в данном ролике. Что вы обо всем этом думаете, пишите в комментарии по ним же. Будет интересно почитать любое ваше мнение. А я же с вами прощаюсь. Благодарю за просмотр, ну и желаю удачи в фармингейме. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Друзья, если вам нравятся ролики на этом канале, комментируйте, советуйте друзьям, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал на ютубе, вступайте в группу вконтакте. Я же для вас буду подготавливать все новые и новые интересные видео. Желаю всем удачного фарма. С вами был Яков. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok